Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Депутаты отвечали на вопросы горожан. Накануне в газете «Кумертовское время» состоялась прямая линия с депутатами Совета Городского округа. Мероприятие проходит в рамках декады, посвященной 15-летию партии «Единая Россия». 1 декабря политическое объединение отмечает свой юбилей. Жилищно-коммунальное хозяйство – это сфера, по которой у граждан возникает множество вопросов. Это касается ремонта домов, обеспечения теплом, светом, водой и многих других сторон жизнедеятельности. Качество предоставляемых услуг ЖКХ стало темой прямой линии в газете «Кумертовское время». Ровно в 17.00 начинают поступать обращения от граждан. Звонки принимают депутаты Совета Городского округа. Мы попросили их дать комментарии по первым обращениям. В основном вопросы поступают у нас по подключению инженерным сетям. Вот, допустим, сегодня был звонок со стороны «Шахтерской 4» – подключение домов. Водоводы уже построены, но есть недоделки, которые необходимо сейчас устранить для того, чтобы допустить эти водоводы. После устранения этих недоделок будем тогда заниматься в резке подачи конкретно на эти дома подачи воды. План обеспечения инженерными сетями новых улиц будет известен в следующем году. Еще один вопрос касался выделения земельных участков многодетным семьям. Я сегодня уже разговариваю с управлением, значит, пунктом Анатолио Афанасьевым. Но примерно вот в этом году предусматривается выделение многодетным семьям, что 30 участков. Уже неживание этих участков уже начато. Активность населения помогает более мобильно решать многие вопросы, отмечают депутаты. Были приняты и обращения по нарушению потребительских прав в сфере торговли. Этот вопрос будет рассмотрен вместе со специалистами отдела Роспотребнадзор. Там просто не приняли товар, купленный накануне, потому что товар не подошел по фасону, по цвету. Покупатель решил его сдать, но продавцы почему-то отказались его принять. Это явное нарушение потребительских прав. В перерывах между звонками по проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства с депутатами общались корреспонденты газеты «Кумертауское время». Прямые линии в редакции проводятся регулярно. Такая работа позволяет больше узнать о жизни горожан, говорят здесь. Прямая линия газеты «Кумертауское время» проводится уже седьмой год. И, как показывает практика, пользуются спросом. Особенно, когда, конечно, на прямой линии глава администрации Борис Владимирович Беляев. Ну и в то же время, конечно, у жителей города традиционно много вопросов, касающихся ЖКХ. Мероприятие организовано партией «Единая Россия». Напомним, в рамках декады общественных приемных в городе было проведено несколько встреч депутатов с гражданами. Это были круглые столы, дискуссионные площадки и горячие линии. Кто-то уже сейчас получил консультацию, кому-то уже сейчас оказали помощь. Ну а кто-то, конечно, какие-то такие вопросы, которые более кропотливые. На них нужно, конечно, время. И депутаты будут работать над решением данной вопроса. И потом все, кто обратились в эти дни, получат свой ответ. В течение часа на телефоны горячей линии поступили обращения от граждан. Ответы будут отражены на страницах газеты «Кумертауское время» в ближайшие дни. Расплатиться с долгами и жить спокойно. Возможно, именно под этим девизом судебные приставы провели акцию под названием «Узнай о своих долгах» на территории торгового центра «Кумертау». Любой желающий мог узнать свою задолженность прямо на месте. В числе желающих оказался и мой коллега Константин Меркушев. Мобильный офис начал работу в 12 часов. И на протяжении всего дня жители города смогли подойти к стойке и узнать, имеются ли у него задолженности по оплате кредита или какие-нибудь штрафы. Сегодня судебные приставы расположились в ТРЦ «Кумертау» проведение акции «Узнай о своих долгах». Цель этой акции является привлечение лиц, граждан города Кумертау, чтобы они узнали о своих долгах. И если они есть, конечно же, пришли к нам в отдел и оплатили их. Кроме того, приставы объяснили гражданам методику пользования базой данных ФССП, где каждый житель города может ознакомиться со своими задолженностями и оплатить их. Налоговые, кредитные, коммунальные задолженности, штрафы ГИБДД. Судебные приставы знакомили народ не только с работой базы данных. Повторюсь, здесь прямо на месте у всех желающих с помощью специалистов была возможность проверить, есть ли у него долги. Желающие граждане подходят к нам, говорят свою фамилию и имя отчество. Мы, соответственно, вводим фамилию в базу данных, которая у нас имеется, и проверяем на наличие задолженности. В случае, если устанавливается должник, мы выдаем в данном случае сейчас извещение о явке к судебному приставу исполнителя для решения вопроса об оплате задолженности. Место проведения акции выбрано удачно. Помимо большой проходимости, а такие акции судебные приставы стараются делать именно в людных местах, у граждан, узнавших о своих долгах, была возможность сразу же оплатить задолженность. Конечно, по квитанционной книжке мы можем долг принять. Это вам облегчает работу? Конечно, облегчает. В общем, должнику и нам эта работа облегчает. С начала года судебными приставами Кумертау было взыскано более 13 миллионов рублей за задолженность по налогам. Уплата их – это обязательные платежи государства. Однако в нашем городе немало тех, кто хочет этот закон обойти. Должников очень много. Сегодня у нас проходит рейд по должникам, которые имеют задолженность свыше 200 тысяч налоговых платежей. Должники у нас уклоняются, по вызову к приставу исполнителю не являются. Вот мы проводим исполнительские действия. При поступлении исполнительного документа судебный пристав дает гражданину 5 дней, чтобы добровольно оплатить долг. После чего применяются меры принудительного характера. Это арест денежных средств или имущества. На сегодняшний момент нами осуществляется выезд совместно с Кумертавским городским отделом службы судебных приставов в связи с распоряжением Управления Федеральной налоговой службы по республике Башкортостан и Управлением Федеральной службы судебных приставов по республике Башкортостан. Распоряжение, по сути, состоит из того, о взыскании налогов с физических лиц с суммой задолженности более 200 тысяч рублей. Сейчас нами осуществляется выезд с целью ареста имущества должника. Судебными приставами был осуществлен выезд к одному такому должнику. В собственности у него приставы выявили два помещения, на которые были наложены аресты. Наложение ареста на гараж, на нежилое здание помещения подачи глины, галереи подачи глины. Все это проводится с целью взыскания налоговых платежей, исполнительских сборов. С момента наложения ареста у должника есть 10 дней на погашение задолженности, которое, напомню, составляет более 200 тысяч рублей. Если в этот период долг не будет погашен, то данное имущество будет продаваться. Через 10 дней я собираю весь пакет документов и направляю на привлечение специалиста-оценщика. Оценщик оценивает, и мы уже по отчету оценщика направляем на торги. Скорее всего, это потому что имущество будет превышать 500 тысяч рублей. В связи с этим судебные приставы просят горожан своевременно оплачивать свои долги, чтобы штрафы не превращались в аресты имущества. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». В рамках декады общественных приемов состоялся круглый стол для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пришли представители социальных служб и депутаты Совета городского округа. Круглый стол прошел в Агентстве по развитию территории. На встречу с депутатами и руководителями социальных служб записались 7 разных семей. Те горожане, которым была необходима квалифицированная помощь специалистов и юридическая консультация. Сегодня мы работали с семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и на сегодняшний день они не видят выхода из этой ситуации. То есть не знают, как преодолеть ситуацию. И пошагово пытались найти пути ее решения. То есть вообще цель нашего сегодняшнего стола была выяснить проблемы этих семей и, конечно же, найти пути решения и устранения этих проблем. Пришедших на прием интересовали вопросы, связанные с трудоустройством на неполный рабочий день по причине проблем со здоровьем. То есть каким образом в нашем городе можно найти работу с облегченным графиком и вариантом труда. Те семьи, которые вопросы жилищно-коммунального хозяйства волнуют. То есть это многодетная, допустим, одна семья, в которой необходима помощь страны коммунальных служб. И семья проживает в частном доме, у них нет света на улице. Ну вот такого плана. Плюс одна семья, которая обращалась по поводу выплаты алиментов. Вообще этот вопрос, он очень многих мам волнует. В нашем городе Кумертау, когда папа детей не выплачивает алименты, долг копится, мамам нужна поддержка. Но сегодня вот такой вопрос тоже прозвучал. Как правило, специалисты отделения социальной помощи помогают в решении различных проблем семьям. Но существует ряд вопросов, помочь с которыми организация не способна. Поэтому на прием были приглашены депутаты, способные проконсультировать граждан по любым сложным жизненным ситуациям. Присутствующие специалисты выслушали всех обратившихся. Тем, кто нуждался в трудоустройстве, были предложены свободные вакансии в городских учреждениях. Также некоторые вопросы участники круглого стола смогли обсудить подробнее с народными избранниками после собрания. В рамках декады общественных приемов состоялась и встреча депутатов с молодежью в формате деловой игры «Профбург». Студенты должны были найти правильный выход из кризисной ситуации в выдуманном городе. Организаторы усложняли задачу, отвлекая их в процессе обсуждения. Встреча депутатов со студентами состоялась в Горном колледже. Мероприятие прошло в неформальной обстановке. Народные избранники приняли участие в игре вместе с ребятами. Проблемно-ценностная игра «Профбург» была организована с единственной целью – помочь студентам раскрыться и смелее задавать волнующие их вопросы. Они примут роль на себя партийных людей. Пусть они попробуют уже сегодня чуть-чуть в такой среде партийной побыть, суть партии этой узнать и уже примерить на себя, каково решать партии, то или иное, принимать решение. Организаторы не предупредили учащихся об условиях игры заранее, соответственно, не дав им возможности подготовиться. Спонтанность делала игру интереснее и динамичнее. Приглашенные студенты из педагогического колледжа, института экономики и самого Горного колледжа были разделены на партии демократов, либералов, консерваторов и радикалов. Депутаты заняли необычную для себя роль беспартийных. По сценарию стало известно, что город «Профбург» когда-то процветал, но во время экономического кризиса пришел в упадок. Закрылись городские предприятия и учебные заведения. К мэру «Профбурга» поступило предложение о строительстве в городе университета за счет Американской ассоциации. Мэр не решился принять важное решение и обратился за советом к партиям. Мы, конечно, за постройку, но пусть ходят те, кто хочет учиться. Пусть люди учатся в своих институтах. Зачем нам еще какие-то американские? Для чего? Для чего, если надеюсь, свои? Свои истории. Своя история, культура. Зачем нам портить нашу Россию чем-то еще? За совещательным процессом участников наблюдал куратор. Он следил за тем, чтобы ребята не отходили от тех партийных ценностей, которые были им заданы условиями игры. Университет. Самый лучший в мире университет. Что мы на это отвечаем? Нам ничего не нужно. Почему? Причина. Чем он мешает? Чем он может быть не совсем тот для России, для нашего города? Изучая другие языки, у нас будет пропадать вообще рейтинг нашего языка, нашего менталитета вообще. Мы будем забывать вообще наши вот эти истоки как раз-таки. И, следовательно, мы забудем, где мы вообще и кому мы принадлежим. От какой страны мы, в какой стране мы родились и какой стране мы должны служить. Мнения партий в процессе обсуждения разделились. Каждая старалась рассмотреть ситуацию с нескольких точек зрения. Мы пришли к выводу, что появятся рабочие места, появятся люди, город заново начнет жить. Может быть, люди и будут уезжать, но они могут потом приехать. То есть, если люди любят свою страну, они обратно вернутся. Беспартийные также высказали свое мнение, заявив, что американское происхождение университета не имеет значения и на сохранение культуры его строительство не повлияет. Таким образом, депутаты хотели привлечь молодежь к дискуссии, к тому, что с самого начала являлось целью мероприятия. В первую очередь, это понимание того, что на самом деле происходит у нас в стране, в государстве, в городе и в отношениях людей к тому, что происходит вокруг. Потому что человек видит не всю картинку сразу же. Насчет каких-то моментов необходимо задуматься, отойти и посмотреть со стороны. Собственно, эта игра поможет им. В финале игры состоялось голосование. Большинство присутствующих поддержали мнение о том, что строительство Университета Американской Ассоциации в городе станет правильным решением. Несомненно, эта игра очень полезна. Во-первых, люди учатся говорить, высказывать свое мнение. Во-вторых, взрослые могут услышать молодежь, которую часто не принимают всерьез. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Пожалуй, основная спортивная новость этой недели. 25 ноября на стадионе «Шахтер» начался тренировочный сбор. Тренироваться мотоциклисты планируют две недели. Со спортсменами встретился мой коллега Константин Меркушев. Возле входа по номерам автомобилей можно было изучать географию не только нашей страны, но и международной. Образование такого масштабного автопарка – это в связи с тренировочными сборами мотоциклетного спорта. Кумертау уже в третий год подряд принимает подобные мероприятия. Проходит. Сборная «Россия» приехала. Мы работаем, и что? Трудности? Везде трудности. С техникой. Сегодня погода все испортила нам. Мы были давно готовы. Кроме российских спортсменов, на сборы приехали иностранцы. В их числе мотогонщики из Швеции и Германии. Они с удовольствием посещают наш город. Конечно, рад сюда приезжать, потому что я здесь тренируюсь перед своим сезоном. Здесь хорошие условия для соревнований. Лед всегда, мороз и лучшие гонщики мира. Все знают о русских суровых морозах, но даже этот факт не отпугивает иностранных мотогонщиков. Очень холодно бывает, потому что мы выходим на лёд всего на несколько минут. Так что я справляюсь, ничего страшного. Я не люблю холодную зиму, но выхожу на трек на две минуты, поэтому не успеваю замёрзать. Иностранные спортсмены после тренировочных сборов отправятся на международные соревнования. Что касается наших соотечественников, то они после кумерталовских сборов уедут на полуфинальные всероссийские соревнования, которые будут проходить в четырёх городах – Нефтекамске, Уфе, Тольятти и Каменск-Уральском. После чего сильнейшие мотогонщики встретятся в финале, где и будут известны сильнейшие спортсмены мотоциклетного спорта. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Одним из мероприятий, приуроченных ко Дню инвалидов, стал спортивный праздник под названием «Вместе мы сможем больше». О нём расскажет Гульнас Филатова. Счастье в глазах детей – лучшая награда за любое свершение. Организаторы мероприятия в этот день получили массу положительных эмоций вместе с участниками соревнований. В спортзале педагогического колледжа была проведена спортивно-игровая программа. Праздник организовали специалисты отделения социальной помощи. В весёлых состязаниях приняли участие 24 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и 6 взрослых, имеющих инвалидность, из городского совета ветеранов. Поддержать конкурсантов пришли представители Иоанна Претеченского соборного храма и руководители благотворительных учреждений. Здесь сегодня собрались люди сильные духом, целеустремлённые, ловкие смены, отчаянные. Сегодняшний день – это день дружбы, уважения и поддержки. Я всем желаю успехов, спортивных побед и удачи всем! Для трёх команд «Морозка», «Ветерок» и «Снежинка» ведущие подготовили несколько необычных эстафет. Их названия говорили сами за себя. Слалом, эх, прокачу, мяч в корзину, погрузка арбузов. Шуточные и забавные полосы препятствий, преодолеть которые дети могли, не прилагая серьёзных физических усилий. Несмотря на это, участники по-настоящему заразились соревновательным духом и стремились к победе изо всех сил. В перерывах между эстафетами для конкурсантов выступали детские творческие коллективы и сольные исполнители. Динамичные музыкальные номера поднимали настроение участникам и их боевой дух. На последнем конкурсном этапе под названием «Лихачи» дети и взрослые поочерёдно должны были проехать дистанцию сидя на скейте. Под весёлую музыку конкурсанты с нескрываемым удовольствием катались на досках. А в это время на втором этаже спортзала за ребят болели их родные и близкие. Словно и сами участвуя в серьёзных спортивных соревнованиях, мамы и папы волновались и переживали за своих деток. Я пришла поболеть за свою дочку Екатерину Куликову. И хотела сказать, что спасибо всем организаторам за такой праздник, который детям устроили. У них глаза горят от счастья. Они довольны и потом ещё много времени об этом вспоминают и ждут следующей встречи. По словам организаторов праздника, основной их целью было прежде всего поднять настроение детям-инвалидам, приободрить их. Кроме того, подобные соревнования сплачивают ребят, учат их работать в команде. Даже студенты, обучающиеся в колледже, не остались равнодушными. Ещё до начала соревнований они закрепились по двое за каждым участником. Встречали их, помогали подготовиться к игре, подсказывали и поддерживали на этапах. И просто общались с детьми по-дружески. Спасибо Майеру, что он мне помогал во всех конкурсах. Спасибо большое. Было очень весело. Эмоций вообще так много, даже всё переполняет. Я смогла встретиться с друзьями. С хорошими друзьями могла встретиться, которые даже летом не могла увидеться. Спасибо им большое, что устроили такие соревнования. В завершение игры все участники получили грамоты в нескольких номинациях. Подарки и сладкие призы. Но самыми ценными для ребят останутся воспоминания о весёлом спортивном празднике с вдохновляющим названием «Вместе мы сможем больше». Хотелось бы, конечно, выразить слова благодарности тем предпринимателям и тем организациям, которые откликнулись, предоставили подарки, сладкие призы, воду, сертификаты на бесплатный игровой комплекс. Огромное спасибо, потому что детей нужно поддерживать. Мы вам благодарны. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok